Всем привет! Продолжаем путешествовать. Италия. Хочу показать вам церковь Дели Скальца в Венеции. Вот что написано о ней в Википедии. Церковь Святой Марии из Назарета или церкви Басых находится недалеко от железнодорожного вокзала Венеции Санта-Лучие. Построен в конце 17 века. Принадлежит ордену Басых Кармелитов. Построена знаменитым Бальдосаре Лангеном. Очень знаменитый архитектор. Создавал великолепные образцы венецианской архитектуры. Был продолжателем Андрея Палладио и Винченто Скамоци. Перечень того, что он построил, огромная. Одна из красивейших церквей, соборов. Это собор Санта-Мария, Дела Салюта, Ди Кастелло, Скальца, вот эта школа флангенца, греческая фасад церкви Сан Сальвадор и так далее, и так далее, и так далее. Венеция очень знаменитый архитектор. Ну то есть это тот человек, которого знает Венеция, знаменитый архитектор Венеции. В 1853 и 1862 годах подверглась серьезной реставрации со стороны австрийского правительства. Вот так вот написано. Своды купола было расписано Джамбатисте Триполо, Тьеполо Джованни Батиста. Это крупнейший, конечно, художник. Итальянская рококо, мастер фресок и гравюр. Последний великий представитель Венецианской школы. Ну, действительно, вот я видел некоторые фрески, в частности, в Кафедральном соборе, в Падуе. И картинные галереи, церкви, скровения. Абсолютно. Здорово. О нем достаточно много написано в Википедии. Можно почитать, кто хочет. Ну, такие маленькие ремарочки. Учился у венецианского художника Григория Лацарини, Себастьяна Ритчи. Имел 9 детей. Писал в Венеции, в Милане, Бергама. Знаменитая роспись потолка на втором этаже скола Кармини. Вот, хотелось бы, конечно, посмотреть. Не видел я. Фрески на тему апофеозов семейства Пизани на Виле Стра. Ну, немножко, так, отступление по поводу Тьепла Джованни Батиста, известного великого представителя Венецианской школы. Так вот, по поводу фрески Тьепла. Она была разрушена. На время австрийской бомбардировки, в 1915 году, облицовка фасада спонсирована благородным Джеролама Кватца и выполнена Джузеппе Сарди в 1672-1680 годах. Выполнена в стиле позднего венецианского бару. В церкви захоронены два доджа. В капелле Святой Терезы Карла Рудзини 113-й дождь Венецианской республики. Он умер в 1735 году. А в капелле Святой Семи Ледовой Камманин последний 120-й дождь. Он умер в 1802 году. В 1797 году он отрекся. Внутри, прямо перед входом, высится огромных размеров орган, построенный братьям Пуджины из Падова. Конечно, поражает внутреннее убранство этой церкви. Очень красиво. Фрески, колонны. Просто, действительно, красиво. Знаете, есть на что посмотреть. Притом, это старина. Церкви более 350 лет. В общем, здорово, конечно. Ну, а, честно говоря, прямо к церкви спускается мост Босых, который по преданию и взял название церкви. Название свое оно получило из Босых. Это Итальяна Скалзи. Кемерлийских монахов, которые основали ее в 15 веке. Хочу сказать, что в этой церкви я купил мазь, которая действительно мне помогла. Как это ни странно. Но это действительно так. У меня болела очень рука. И там есть небольшой магазинчик внутри этой церкви. Я зашел. Там приятная монахиня, служащая. Вот. Я у нее попросил какое-нибудь лекарство. Рука у меня болела. Что-то плечо. Она мне так посмотрела, оценила. Показала пальцем вот это. Сказала, что это делается по нашему рецепту. Дала мазь. Ей намазался и через два дня у нее рука прошла. Вот такая большая история, связанная с церковью Святой Марии из Назарета. Вот и все. Все, что я вам хотел рассказать, показать. Действительно интересная церковь. Когда мы были, она с внешней части реставрировалась. Поэтому вся стояла в лесах и совершенно случайно туда зашел. Просто вот, надо же, раз зашел и дали мазь и не стала болеть плечо. Вот такая история. Показала вам церковь Дельскальци или Санта-Мария из Назарет. Называется так она. Венеция. Муниципалитет. Венеция Мурана Бурана. Все. Всем пока. Всем привет. До свидания.